Отто на связи, друзья! Рад приветствовать вас во втором сезоне седьмой серийки нашего сериала Путь Рядового Эдмона до Генерала Эдмона. Я хочу напомнить всем, что данный путь проходит на сервере Star Legacy. Я не побоюсь этого слова, пожалуй, один из лучших проектов по Войне Клонов. Если ты хочешь со мной попасть, побыть в сериале, обязательно заходи, всё будет в описании. Какой чудесный комментарий! Если вы тоже хотите попасть в топ коммент, чтобы вы были одни, спускайтесь вниз и пишите свой. Возможно, вы, как и вот этот вот чувак, попадёте в следующую серию. Да пребудет с вами удача! Я желаю тебе наиприятнейшего просмотра и хочу повторить, что это начало второго сезона. И чем больше будет лайков, подписок и комментариев, тем лучше, круче будет данный сезон. Приятного просмотра! Бойцы, некогда вам объяснять, что сейчас происходит и происходило до этого. Мы выдвигаемся сразу же на плац. Да, как вы понимаете, я капитан. Рад ли этому я? Не знаю, что и сказать. На мне и на плечах других капитанов лежат жизни более 140 бойцов. И поэтому, конечно, трудно сказать, радостно это или же нет. Так, вот наши бойцы здесь уже расставлены. Капитан Орда у нас здесь с вами, лейтенант Комик. Да, Комик тоже вернулся. Как вы видите, у нас там Аранкор стоит, РК Дельта. Ну и, конечно, наш старый добрый адмирал Маршал. Вы поняли, кто это. Что было до этого? Почему вернулся Комик? Как его вернули? Прошла ли его депрессия от смерти Брута? Я сейчас вам все расскажу, но прежде адмирал поведает нам сегодняшнюю миссию. Давайте слушать. Нам поступило сообщение о, соответственно, передаче КНС на один из секторов конкретной планеты. Планета пустынная, соответственно, там может быть потеря видимости. Использование ков-кошек и джетпаков будет затруднено, скорее всего. Будем решать проблемы с местной атмосферой, да, с погодой и высадим вас. Соответственно, надо будет изучить, откуда источник идет данного сигнала. И зачистить, соответственно, врагов всех. Задача простая. Летят у нас РК, командует ими РК Киран. И в помощь идет СТ. Наталья, СТ. Все по местам, погружаемся в латы. РК кругом, шагом марш. Ну, миссия, в принципе, достаточно простая. Пустынная планета, были замечены дроиды. Ничего нового, классик. Уже все по классике. Тем более для РК совместно с РК это вообще не проблема. Я не знаю, как-то все очень легко выходит. Ну и да, да, да. Сегодня вы посмотрите, как две элитных группировки. Наверное, будет лучше выразиться. Два элитных подразделения будут друг с другом работать. Нас уже поджидает латик. Я поджидаю латик. Бойцы поджидают латик. Ну, да, 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 бойцы не эрорки. Бойцы живее, погружаемся в лат по одному. И на мне сегодня, ребята, повторюсь. Звание капитана ответственено за 140 и более жизней. Поэтому ответственность, согласитесь, огромнейшая. Ну что ж, когда мы прибудем на нашу пустынную планету, где нам и предстоит немного поругать, надругаться надроидами, мы с вами там встретимся, я расскажу, что случилось с комиком о его судьбе и почему он стал таким молчаливым. Вы всё узнаете в этом выпуске. Я прямо как Малахов на пусть говорят. Ну ладно. Ну что ж, пока у нас происходит подготовка к операции. Как видите, здесь очень весело. Ну а я давайте расскажу, что всё-таки случилось с комиком, почему он так мало шутит, вообще даже не шутит, мало разговаривает. И где он, чёрт возьми, был всё это время? Если кто смотрел шестую серию, те помнят, что комик отправился на другую базу, на другую планету, совершенно в другую точку галактики. И не знают, что случилось с ним, какова его судьба. А судьба его проста. Комик очень сильно находился, скажем так, в большой-большой депрессии. Мне потом поведал об этом командир, под командованием которого, собственно, и находился комик. И после этого командир мне этот сказал, где был комик, что комик ни одной шутки не проронил. И я был на самом деле в большущем шоке. Прошло уже несколько месяцев, комик всё-таки решился вернуться. Хоть и говорит, что уже не больно, но я думаю, что всё-таки его душа терзается. Поэтому не будем больше затрагивать комика. Надеюсь, что я объяснил, что с ним случилось, что сталось, где он был. И больше вопросов, ребята, вы задавать таких не будете. Вот, кстати, к слову о комике. Вот последний раз, ребята, вам показывают, что с ним происходит. Все стоят в строю. Он же, видите, мечется туда-сюда. И это не из-за того, что он бунтовщик или что-то в этом духе. Нет, просто... Ну, не думаю, что стоит объяснять, почему. Клон потерял всех своих братьев, с которыми он рос с детства. Всё, больше мы эту тему не затрагиваем, ребят. Больше мы к ней не возвращаемся. Так, значит, слушаем внимательно. Повторять много раз не буду. Небольшой грифин для вас. Думаю, значит, наша задача — отыскать бункер на данной планете и пройти в него забрать нужные там данные нам. Значит, на планете джетпак мы не сможем использовать, потому что в состав атмосферы входит взрывчатое вещество, и при контакте с огнем она начинает вспоминяться. Ядность у нас сейчас подмосковку просто взорваться. Сейчас мы сформируем небольшой отряд разведчиков, которые будут идти чуть дальше, чем основная вся группа. Разведотряд идёт первыми вперёд, основная группа держится вместе. Ну что ж, вы все слышали главнокомандующего. Будем идти впереди. Всё-таки мы с вами не начальники, а лидеры. Поэтому рвёмся в бой впереди всей нашей орды. Итак, надо смотреть здесь в оба, потому что враг может быть просто везде. Очень плохая видимость, и надо быть во всеоружие, во все глази. Пока всё, конечно, чисто, но чувствуется такая, знаете, атмосфера очень напряжённая, как-то мерзкая какая-то, не знаю, вам трудно объяснить. Вы сами должны побывать в этой всей чуши. И причём, что мы с вами находимся абсолютно как на ладони, и они могут спрятаться на горах, а мы с вами на открытом местности, только камешки вот такие нас защищают. Поэтому надеяться на них, тем более на камни, не стоит. Их просто могут разрушить. Разведотряд, вы сейчас где находитесь? Движемся на юг, два поворота направо. Разведотряд движется на юг, два поворота направо, если мне уши не изменяют. Я, честно сказать, немного не понимаю, что задумал главнокомандующий. Если что, ребята, не я руковожу, я капитан, но я ответственен за людей. А главнокомандующий у нас отвечает за операцию, у него свои планы имеются. Дроиды. Так, нам сказал разведотряд, что дроиды, но мы пока ничего не видим. Так, главнокомандующего ранили. Давай, 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 налево, налево, налево. Чёрт возьми, тут всех перехерачили. Вы, повторюсь, не представляете, что здесь было. Меня откинуло взрывом, я остался с пистолетом. Он, главнокомандующий, чёрт возьми, где, давайте с ним свяжемся. Главнокомандующий, вы меня слышите? Нас тут зажали втроём с бойцами, вы где находитесь? Мы находимся на повороте с юго-востока на восток. Пытаемся отразить нападение, они через туман по нам стреляют, мы их не видим. Вас понял, вы, видимо, чуть спереди нас. Хорошо, хорошо, давайте, давайте. Да, вот они, всё, им просто так всё темно, что нихера не видно, так всё, туман рассеялся. Так, это наш, случайно нашего попал. Так, 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 я не пойму. По своим вели огонь, бойцы. Так, нет, всё вроде чисто. На северо-западе, и между севером вроде всё прекрасно чисто. Так, там у нас прикрытие сверху идёт, превосходно. Всё, мы вроде всё зачистили, думаю, можно продвигаться далее. Потери, конечно, были, но без них никуда. И, знаете, действительно, на этой операции нужны свои. Вот, конечно, что какой-то боец идти там по своим же херачил, это просто превосходно. Возможно, на веоудар от КНС. Чёрт возьми, ну уже вроде все внутри, поэтому без какой-либо паники. Так, нет, видимо, кто-то снаружи ещё был. Но этого бойца предупредили, поэтому виноват он исключительно сам. Последний забрался. И хорошо, что он успел, потому что прямо за ним был выстрел. Так, у нас здесь подходит подкрепление сети. Говорят, вход внизу. Давайте будем спускаться потихонечку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, в предистоящем надо сесть. Молодцы, садятся. Ну вот так не надо было делать, ребята. Ну чё вы творите? Вы же элитный отряд. Чёрт возьми. Так, здесь вроде всё чисто. Так, давайте прикроем всех бойцов. Пусть они все зайдут. Чёрт, а чё-то дверь закрылась. Слушайте. Чёрт возьми, ребята. Какого хрена? Главнокомандующий, вы меня слышите? Главнокомандующий, приём. Чёрт, неужели он погиб? Так, давай быстренько с вами, ребята, доложим. Давайте, благо у нас Амерк-170 рядом был. Так, давайте быстренько сейчас долетим. Чёрт возьми, я прилетел на Аксис. Как только мог быстро. Надеюсь, маршал здесь находится. Так, всё, выходим. Я уже приземлился. Нам надо с вами сейчас быстро, максимально сообщить о том, что произошло. Чёрт, надеюсь, он там находится. Блин, это получается комик умер. Чёрт. Ладно, ладно, слёзы потом. Сейчас надо будет доложить, чтобы быстро, возможно, кто-то смог выжить. Знаете, я бы на самом деле лучше тоже уже вместе с ними зашёл, потому что мне так это всё надоело. Капитан капитаном, но... Здравия желаю, адмирал. Маршал, я со срочным посланием, мы можем поговорить наедине с вами? Давайте отойдём. Я как раз собрал класс, сейчас будем узнавать информацию. Маршал, извините, я давайте вам сейчас информацию прямо так набегу скажу. Как вы знаете, вы нас отправили на операцию, всё шло как бы как и всегда. Я не успел зайти в бункер вместе со всеми бойцами, в том числе главнокомандующий данной операции туда зашёл. Двери закрылись прямо передо мной. Потом детонатор, взрыв меня отбросило. Я к вам долетел на РК-170, сэр. Там лейтенант был, вышел на связь. Не знаю, вряд ли они живы. Надо срочно туда эвакуационную команду отправить. Извините, я сейчас очень волнуюсь. Да, сейчас я свяжусь с сенатором. Ребят, надеюсь, успеем, надеюсь, что хотя бы комика мы спасём. Планета 327 была полностью уничтожена. Выживших нет. И новости у нас очень плохие. Извините, виноват, что веду себя так. Просто там был единственный мой товарищ, который выжил. Разрешите мне сходить в медблок? Мне кажется, тоже чуть-чуть задело. Давай сейчас на плац сходим быстренько. У тебя сильная рана. Вроде нога сролевая. Но думаю, дохромаю. Как вы видели, выжил только я. Один из сети и... Ха... Один из всех многочисленных эрков. Давайте послушаем, что скажет клон Маршал. Да, эрков, как видите, здесь абсолютно нет. Неприятные новости сейчас доложил нам Винатор по поводу планеты, на которую вылетел командор Киран с его подразделениями. Все они погибли, к сожалению. В засаде КНС выжил только капитан Эдмон. По счастливому стоятельству он сумел спастись. Я предлагаю минуту молчания в честь павших братьев. Предлагаю, из-за того, что ошибка командора Кирана стоила жизни целому батальону, назначить на его место капитан Эдмон и произвести его в командора. Чёрт возьми. Воу. Ребят, давайте я чуть дохромаю, не знаю, смогу ли я дойти. У вас есть какие-то слова? Никак нет, сэр, мне очень плохо. Голова кружится. Служу великой армии республики, сэр. Упал в обморок. Точно иметь помощь. Командору Эдмону. Где я, боец? Тихо, тихо, тихо. Вам лучше лежать. Хорошо, хорошо, боец, я понял. Ничего страшного, боец, не произошло. Это... Я просто потерял много... Вам не понять, наверное. Но, ребят, этот шок, конечно, невероятный. Но мне, ребята, надо отлежаться и... Всё будет в порядке, думаю. Да, знаете, начало второго сезона вышло, ну, не таким, каким хотелось бы. Очень больно грустным. Будем надеяться, что в следующих сериях данного сезона будет больше позитива и всего самого наилучшего. Ну, и я повышен был до командора. Это невероятная ответственность. Я надеюсь на твой лайк и подписочку на канал. Играл я на Старлегасе. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok